На лучшая дорога, в краях сидела много, на близкий, любимый, на Дальний Восток. Осваивать Дальний Восток россиян приглашают не первый раз, в среднем каждые 80 лет. Репутацию закаленных людей, готовых к любым испытаниям, дальневосточникам принес фильм «Девушка с характером». 6 миллионов квадратных километров, треть России, границы с Китаем, Кореей, Японией и США. Масштаб страны, в которой мы живем, самарцы могут почувствовать на себе, получив бесплатный гектар земли. Более 100 возможных вариантов использования, начиная с животноводства, сельское хозяйство, туризм и возможные варианты иной предпринимательской деятельности, связанные с индивидуальным жилищным строительством, развитие туристического бизнеса, строительство заводов, каких-то мини-фабрик. 100 дальневосточных соток даются в бесплатное пользование на 5 лет, потом или брать в аренду, или выкупать. Программа «Дальневосточный гектар» действует всего неделю, и уже поступило больше 50 тысяч заявок от желающих покорить восточные дали. В основном это молодежь до 24 лет. Заявка подается через МФЦ, документов минимум, профильные ведомства контролируют всю бумажную работу. А вот что ожидает новых дальневосточников на месте, самарцы знают не понаслышке. Каждый третий оказался выходцем с Дальнего Востока. Да, я там 20 лет прожила и слышала. Там нормально жить можно. Лето – лето, зима – зимой. Рыба – все, грибы, ягоды – все там есть. Ждите на Дальний Восток? Да. Да? Жить? Да. Вам там землю дадут бесплатно? Не хотите? Я хочу. Не особо сейчас. А почему хотите? Ну, потому что там, не знаю, там, наверное, красиво. Ну, там придется землю возделывать? Да, но все равно. Один самарец уже подал заявку. Кто – пока неизвестно. Но мы не теряем надежды сделать репортаж из Дальнего Востока. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Станислав Левин. – Дальний Восток. Продолжение следует...